Игровая зона, которая расположена здесь прямо в голове отдыхающих, которая идет от дамбы и ставка. Там зона, большая площадка, туда можно было бы и батуты поставить, это было бы более безопасно для тех, кто и ничем, никем не развита футбольная площадка, которая, нужно что-то с этим делать, безусловно, в этом году, что-то решать, эти, наконец, площадки тоже мешают. Ну, это вот то, что вижу я по части именно конкретно вот этой площади. Пока нет ливневки, которая отводит воду, которая идет с парка. Вы все нормальные люди прекрасно понимаете, чем больше площадь замощения, тем больше поток воды. Учитывая, что ливневку никто никуда не отводил, то, сколько бы вы тут не строили это поле, древневые платы с замоченного парка будут сюда стекать, и никто не отвел. Но и даже ли в новые воды, это еще не все. Слава Богу, вы здесь не присутствуете в другие времена года, когда забывают авридные шпансы. Да, ну, что же сумняшется? Машины берут и фекалии, которые выливаются у нас в феклеты, сливают их сюда же, или они сами перетекают. Таким образом, тот песок, который здесь находился, это не просто песок, это травы, это суперяд, в которых вообще детей сюда поспорят. Когда за это действительно будут брать штрафы? Погулял собаку? Убери за собой. Потому что с детьми здесь летом невозможно гулять. Все сидят, курят, эти бычки закапывают в песок, собаки рядом делают свои дела, когда это уже все закончится. Потому что уже надоело. Мы не можем здесь прийти нормально погулять. Мне надо с детьми куда-то уезжать, уходить, чтобы нормально их можно было выйти с ними на море. Но с этим что-то надо делать. Если не было ничем, она будет в таком состоянии. Ну это Татьяна Ивановна, когда-то поставила молодежь, но действительно все-таки. Запрещено сейчас выход, выход любых плавсредств, даже самых маленьких, даже надувных лодок, в море без лодочной станции. У нас в городе такая лодочная станция есть. Если бы о ней уже говорить, вот свидетельство о ее регистрации, вот свидетельство о регистрации базы стоянки маломерных судов. Если эта проблема будет с городскими властями, решаться ли то, чтобы наши рыбаки могли выходить, то значит, такие перспективы предпринимательные на работу. Если эта станция работала, если будет как в прошлом году, когда городскими властями это неинтересно, то значит, что все знали, что наши рыбаки, к сожалению, выходить на воду не смог. Площадку несколько лет. Значит, в прошлом году мы пытались организовать строительство. Помогла купить распил леса и закрыть эти трибуны. Значит, ну вот две недели назад мы здесь были. Все деньги, которые были вложены, они теперь, наверное, или уже сожжены. Это информация, правоохранительный орган, что можно было в любой момент среагировать, приехать и обеспечить порядок. Так скажем, спортивный туризм сюда, на пляж. Но, к сожалению, пока мы уже с ними сколько бьемся, мы элементарного даже не можем лишить. В будущем мы вообще хотели, если это все получится, мы хотели открыть школу пляжного волейбола и перенести сюда сборы для подготовки и спортсменов, и молодого подрастающего. Мы только перейдем, да. Да, это известное место наше, но в стереотипе... Это позвоночникам ЖЭКа, замом ЖКХ, значит, сообщил мне торжественно о том, что Леневку он починил путем того, что там они поставили лежачие полицейские. Вот это являлось решением для... решением всей глобальной проблемы, так скажем, которую они считают, что они решили. Я вам оставлю материал, потому что мы не определились с местом. Сейчас поселили Васильевич. Вы сейчас говорите о проекте Серегина. Нет, мы говорим о причале, да, о судоходстве, о связи с Южным, с Одессой. Поэтому провели такую работу и, конечно, мы будем садиматься... Да. То есть весной? Да, весной, да. Вы демонтируете? Да, мы на видеориантов. Нет, скажите, вот с запором что-то будет? С запора не будет, мы... Вы демонтируете все? Да, демонтируем. А что там будет? Что там будет? Там по проекту предусмотрено кафе. Очень много женщин. И все утром, потому что все работают. Все работают с 8 на 7 на автобусы. И поэтому хотелось бы, что в 5 часов утра тут было не страшно пробежать. Конечно. Да, очень хотелось бы. Раз. Во-вторых, все лето очень плохо убирается. Очень плохо. И все лето в море забирает мусор. Этот мусор море выбрасывает всю зиму. То есть оно нам его отдает. И вот когда его собираешь возле своего места купаешь, некуда выбрасывать. Летом пляж вообще не убирается. Зимой, вернее, пляж вообще не убирается. Мусор вообще не вывозит. За мусорных контейнеров куда выбрасывать мусор, по большому счету, тоже нет. Извините, город там вам поставил туда... Пускай создаст муниципальную охрану, и с муниципальной охраной решают эти все вопросы. В любом случае, Лучева Куйченко должен сам создавать свою спасательную станцию, если город должен, он обязан сам ее создать. Повторится, не дай бог, потому что влюбляется постоянно все больше и больше, он не засыпается, потому что это все равно яма, минимум полтора метра там. Ну а санитарная ее... Санитарная ее... Да потому что сюда, естественно, подключены вот там мойные какие-то или канализации каких-то. Нельзя эту воду сбрасывать напрямую в море. Значит, обычно при дожде происходит следующее. Идет большой поток воды. Он собирается... Это первый поток, это грязный поток. Он собирается в резервуар, откачивается на очистны. А дальше, когда уже канализация промыта, считается, тогда, если, например, не справляется канализация общесклавная, существуют такие аварийные сбросы. Но у нас почему-то это все идет напрямую. Ни о каком аварийном сбросе речи нет. Да, это просто глупое нарушение, на самом деле. Продолжены были устранить. То есть это ты собираешься делать, да? Ну, конечно. В этом сезоне. А как оно, что, в таком виде будет? В этом сезоне появился. Да, больше 20 лет, как начало. Да, здесь все наши мужья, мужчины знакомые выросли, накачались. Тяжело свернуть. Да, да, которое очень тяжело свернуть даже при желании. То есть вы хотите установить новый, да? Да, да. Потому что она и эстетически потеряла уже свой вид, как бы и... И не соответствует современным требованиям. Да, да. То есть просто это все снести и сделать нормальную площадку, которая здесь реально была 25 лет, она еще 25 лет... Нас не будет, эта площадка останется. Да, она здесь очень востребована. Здесь столько людей. Я здесь бываю, где-то, круглые сутки здесь. Начиная с пяти утра, заканчивая поздняя ночь, здесь приходят молодежь, причем от пяти лет, грубо говоря, и мужчины, и женщины до восьмидесяти. Вот он как-то будет. И в этом году уже получится. Есть недоработки, что с той лестницей, что с этой. Но подрядчик, который их строил, обещал устранить. То есть это дренажные воды, сточные воды, которые стекаются. Да, нужен дренаж в самое море, потому что вода, которая накапливается здесь, она будет превращать это место в болото. Они обещали это устранить до начала сезона. Я думаю, что будет это сделано. То есть здесь будет красиво. По поводу тех... Вот здесь вот будет идти дорожка, будет смотровой такой полукруг с фонариками. Здесь будет все красиво. Андрей, скажите, а почему вы будете демонтировать это в этой пяти лет? Потому что инфляция, и вы уже дорожные. Чисто эстетический вид. А, слушай, можно рисовать единичку по 17 гривен. По 17 гривен. По 17 гривен. Который я посадил 10 лет назад. Оно немного ломалось, его штормы ломали, но когда оно расцветает, это тополь, и все, ну, как бы в листьях, оно выглядит, ну, не п***ю малиго. Надо бы дать вопрос обязательно, чтобы засадить его с плотными деревьями, не кустами, а деревья. Мы рассмотрим на комиссию любую.